Добрый день, всем кто любит вино, всем кто хочет полюбить вино, у меня зовут Дмитриев Алексей и я Сомелье, и сегодня у нас приятная воскресная дегустация, слепая, как всегда, когда вино у нас в фольге, я не знаю, что там у нас есть. Дима, мой друг, привез эти две бутылки, Нина их завернула, и мы попробуем и узнаем, нравится нам эти вина или нет. Где ты их взял, Дима? Во-первых, хочу тебе сказать спасибо за то, что пригласил, посмотрев несколько последних роликов, я понял, что мне тоже нужно выпендриться, придя к тебе, и поскольку ты уже анонсировал, что я привез одну бутылку из Германии, это белое вино немецкое, я решил тебе немножко сегодня поэкзаменовать, и у нас уравнение с одним неизвестным, одна бутылка это белое немецкое, второе это нечто совершенно другое. А сам узнаешь? Сам узнаешь, да? Монастырский когулок. Ну что, тебе найду, наверное, сразу две, давай, значит, это будет у нас первое в левый бокал. Как ты думаешь, зачем мы смотрим вообще на цвет вина, что он нам дает? Для того, чтобы понять, красное или белое. Итак, сложными экспериментами, смешательством химических анализов, видим, что белое вино перед нами. Скажи тебе честно, если ты мне сказал, попросил меня угадать, какой он моложе, где кост от винограда, я бы тебе этого не сказал, да? Как с Амелье с опытом. Очень похоже, Нина, я тебе говорю, ну, то есть, ну, посмотри. Как будто бы из одной бутылки, да, но прозрачное, легкое, приятное, и по цвету, мне кажется, что оно довольно молодое. Вот и все, что я могу сделать вывод. И должно быть легкое. Да, чем более оно будет желтенькое и более такое ближе к оранжевому, как называется эта книжка, да, тем вино будет более маслянистое, более такое, может быть, больше фруктовых оттенков, спелых. Аромат? Ни к чему не обязывает. Ни к чему не обязывает, легкий, то есть, такие белые цветы, может быть, немножко акации, немножко отдаленно такая зеленая дыня, может быть, есть, да? Хочешь понюхать, ну? А у тебя какие ассоциации? Мне остается только как обезьяня, повтори. Нина, мы сегодня требуем три обезьянки, да? Давай понюхаем сразу второй. Отлично. Сравним аромат, а потом сравним два вкуса. Ну, второй аромат абсолютно другой, да? Да. Абсолютно другой. Да, удивительно. Первый, мне кажется, более натуральный. Первый, мне кажется, более освежающий, во втором присутствуют какие-то такие минерально-нефруктовые ноты, да? Более тяжелые. Более тяжелые, более маслянистые, более дымные немного, немного кремния, да? Да, да, более густой аромат. Эксперт за кадром, которого вы не видите. Да, я чувствую каменную нотку. Единственный красивый человек здесь. Единственный красивый. И вы его не видите, представляете? У меня сегодня пилинг был. Вы знаете, в семейной жизни есть такое понятие, как пилинг. Вино приятное, хорошее, кислотное, такое, знаешь, такое бодрое. То есть, оно такое играющее. И как будто бы ты съел, знаешь, такое большое зеленое яблоко, хороший кусок сделал, да? Так говоря, хороший. Откус. Откус. Освежающее. Я бы немножко его больше охладил, чем сейчас, около 8 градусов. Да. Опять же, легкая рекомендация еды. Чуть-чуть оно более кислое, чем я хотел бы, конечно. Чуть-чуть не хватает мягкости. Но в то же время у нас донсиро. Алкоголь не сильно бьет. Мне кажется, по алкоголю оно около, там, 11 градусов. Не знаю, но приятное. Молодое, свежее, легкое. Ну что же, что у нас в вкусе второго вина? Давай попробуем. Леш, ты эту кастрюлю должен убирать от Димы. Что скажешь? Более богатый фруктовый вкус. Более богатый, согласен. Я бы даже сказал, такой очень ароматный фрукт маракуйя. Белый. Не плохо. В этом вине чувствуется, в отличие от первого. Кислотность, если у нас была там первая такая четкая зеленая яблоко, это уже ближе к желтому, да? Да. Более желтоватая. Но тоже... Немножко потеплее. Хороший баланс, чуть более округлая. Тебе больше нравится второй стиль или первый? Вот так, чтобы ты пил, так именно упивался. Так вот даже упивался. Упился бы я, наверное, первым, потому что оно полегче. Более лёгко, да? А от второго получал больше удовольствия. Знаешь, по алкоголю, мне кажется, оба вина даты на одном уровне. То есть, первое, второе, он не выпирает. Это приятно. Я люблю, когда вина больше фруктов, цветов, таких всяких интересных нюансов. Они просто нюхают, что там у тебя алкоголь и всё. И они больше ничего. Давай вернёмся к задаче, которую я тебе обозначил вначале. У нас уравнение с одним неизвестным. О боже, что делать? А по самоле позорят в прямом эфире. Итак, где-то есть Германия. То ты можешь сказать о том, вообще, какой это сорт и разные ли это сорта. Окей, если это Европа, ближе к Германии, это могут быть всякие ристлинги, вельш-ристлинги, шой-рейбе, я не знаю. То есть, что-то может быть местное, которое не много пробовало. Скажу вам честно, я небольшой спец австрийских немецких вин. Их просто не очень много в Украине. И всё, что я пробовал, было часто очень сладкое. Поэтому я сам хочу сделать для себя открытие. Я думаю, для себя приятно. Сегодня что-то новенькое почерпну. Давай попробуем. Я просто набрасываю на эти бутылки и срываю. Обязательно срываю эту фольгу. Потому что я очень хочу узнать, что там. Ристлинг, уху! Я практически угадал. Это Австрия, Вахау. Довольно известный региончик. 2008 года, молодое. И просто срываю со второй бутылки тоже всё. И у нас... Рейнгау-рислинг. О, бог ты мой. Бальтазар. Рез ван Унцен. 2008 года. Два молодых вина, как мы с тобой отлично угадали по цвету. Ест. Два рислинга. 12 градусов крепость. И... Единственное с половиной. В этом и прелесть ристлингов. Ну что ж, дегустация была очень интересная. Вина лёгкие, приятные, да? У Димы тут маленькая шпаргалочка. Я готовился. Он что-то подготовил. Давайте послушаем нашего друга. Учитывая, что немецкий ристлинг был, в принципе, известным составляющим в этой формуле, немножко об этом вине. Давай. То есть, это вино, которое он хотел тебя запутать. Это ристлинг из прекрасного австрийского региона, долина Вахау, который австрияки считают лучшим винным регионом в Европе. В Европе, да? Да. Для белых вин. Тут написано даже на обороте этикетки, что это один из лучших винных регионов в мире. Немного, немало. На секундочку, да? Да. Где произрастают традиционно белые сорта, такие как ристлинг и еще один местный вариант, который называется Грюнерфельдлиннер. Грюнерфельдлиннер, да. Есть такой. Отлично, да. И эти местные сорта делятся, градируются по тоже уникальной местной градации на три вида. Первое это Штейнфедер, легкие молодые вина с крепостью до 10,7. Федершпиль. Федершпиль. Который вот у нас представлен здесь до 11, наверное, крепость. Да, 12. И третий, совершенно верно. Продолжай. Смарагт. Смарагт у нас, вот с шпаргалочкой поглядут, 13-14 градусов. Вопрос для Сомелье. Почему Смарагт и что это означает? Вопрос прямо в лоб. Я не готов на него ответить, поэтому опять смотрим шпаргалочку. Поэтому опять вырезаем. Почему? Не-не-не. Сомелье, я вам скажу честно, Сомелье не могут все знать. На этом у нас есть друзья, которые приходят и помогают. И вставляют свои скромные пять копеек в дело. Расскажи мне про Смарагт, Дима. Хорошо, дорогой. Смарагт. Это название маленькой зеленой ящерицы, которая живет в долине Вахао. Где произрастает этот замечательный виноград, из которого делается вино. Которая ночью загортает. Нет? Совершенно верно. Вином полюб. И вина, отмеченное на этикетке зеленой ящеркой, это вина категория Смарагт. Ничего, то есть она должна быть ящеркой по-любому, да? Да, да. Вина с крепостью 13-14 и выше, с выдержкой 6 и более лет. Но это не рассказали сделать, потому что, наверное, то есть, чем больше солнца, тем больше сахара, да, и часто больше алкоголя. То есть, так как там солнца немного, то эта ящерка появляется нечасто. Нечасто, нечасто гость. И так. Раз в 100 лет. И еще самое прикольное, вопрос нашим зрителям. Это всегда сюрприз для тех, кто приходит на это место. Мы задаем вопросы. Что угодно от тебя, может быть о вине, может быть о пиве, о еде. Кстати, Дима шикарный юрист, он может вам знать сейчас что-нибудь из юриспруденции. Можно политически. Можно политически, сегодня день выборов. Мы выбрали хорошее, вкусное вино. Прогадаться. Вопрос, задача для наших зрителей. Возьмите предвыборные программы всех основных кандидатов, уберите их имена, устроите слепую дегустацию этих программок и ответьте на вопрос, зачем ходить на выборы. Великолепно, мне очень было приятно с тобой пообщаться. Отличный вино. Я даже одно себе точно оставлю. Хорошо? Одно тебе, одно. Обсудим за кадром. И я вам рекомендую делиться своими впечатлениями, дегустировать вино. Сначала дегустировать вино, а потом делиться своими впечатлениями. С друзьями и со всеми. Пока.